Вы не поверите, ну как и все дети, я участвовал в утренниках, и я был казачком, и пел казачьи песни и танцы, и сегодня я остаюсь им. Вы не поверите, но в детском саду я был мухомором, а Новый год у меня связан с одним из воспоминаний. В 6 лет я как-то собирал гирлянду, и кабель был оголен. Как вы думаете, что было? Сегодня я с вами. Вы не поверите, в Новый год я был точно медвежонком и зайчиком, но то, что я помню, остальное надо спросить умом, дорогие жители Ленинского городского округа, от всей души поздравляю вас. С Новым годом желаю вам всего-всего самого-самого наилучшего, чтобы все невзгоды остались в старом году, и чтобы впереди случилось все самое-самое заветное, чего вы сами желаете. Вы не поверите, в детском саду я была Марианной, это сестра Золушки. А вообще самое яркое впечатление от Нового года, из детства, это мы каждый год с братом заранее искали наши подарки, и нам это удавалось. Поэтому, родители, лучше прячьте свои подарки. Вы, наверное, не поверите, но в детском садике я был зайчиком. Это действительно интересные впечатления детские, но больше всего мне запомнился праздничный стол. Это запах мандаринов, салат, и то настроение праздничное, которое у нас посещает именно в этот замечательный праздник. Вы не поверите, а в детском саду на елке я был медвежонком. Я очень любил подарки, поэтому залез за подарками под елку и чуть ее не свалил. Ну все, обошлось. Вы не поверите, в детском саду я был зайцем, был орлекином и был известным советским клоуном Олегом Поповым. Самое яркое мое воспоминание из детства, касающееся Нового года, наверное, это праздничный стол, где мы вместе с семьей, с близкими, с родными, с друзьями собирались, шутили, провожали год. Это всегда какой-то Дед Мороз ряженый, может быть, мой папа или какой-то родственник, который приносит нам подарки.